Ассаляму алейкум, мир вам, дорогие зрители. Перед началом нового ролика мы традиционно благодарим тех из вас, кто поддерживает проект Мирадио. Именно ваша помощь позволяет продолжать перевод и озвучивание интересных и полезных роликов. Спасибо вам за это. Ссылка на страницу «Поддержим Мирадио» в описании под этим видео. Одна из вещей, которая тянет людей вниз, заставляя их нести слишком большой груз стыда из-за своей порнозависимости, это недопонимание вопроса. Они думают, что их сексуальное желание что-то ненормальное и отвратительное. Смотрят на это как нечто, что нельзя ощущать, если ты еще не в браке. Вы должны понимать, что эти желания, эта страсть буквально вживлена в систему под названием «человек». И ненормальным является отсутствие таких страстей, то есть нежелание испытать эту активность. Чувство и желание — это естественно. Противоестественным является испытывать их к пикселям и картинкам вместо реального партнера. Ненормально сводить сексуальную активность к самоудовлетворению, вместо того, чтобы разделять ее со своей женой или мужем. Что ненормально, так это пропаганда свободного секса и абсолютной сексуальной свободы, что может привести к плачевному концу. Аллах, Субхануа Тааля, говорит в Куране. Преуспеют верующие, те, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми обладели их десницы, за что они не заслуживают притсания. Тогда как желающие сверх этого являются преступниками. Поэтому запомните, сексуальность естественно. Важно, куда направлять эти желания и порывы. Это иногда может вызвать проблемы. Понимание того, что ваше стремление к сексу является нормой — вот ключ к вашему исцелению. Потому что как только вы избавитесь от ненужного стыда, вы сможете взглянуть на проблему с точки зрения здоровья и перестанете смотреть на себя, как на лицемера или извращенца. Стыд может сковать и прибить к земле, мешая двигаться вперед. Вы можете чувствовать себя виноватым, и это нормально, ведь чувство вины — это нечто другое. Чувство вины может привести вас к раскаянию, вместо того, чтобы бесконечно мучить себя. Если вы взглянете на проблему с точки зрения здоровья, то сможете сосредоточиться на устранении или профилактике всех тех расстройств и заболеваний, которые связывают с порнографией и мастурбацией, такими как эректильная дисфункция у мужчин и аноргазмия у женщин. Но если вы продолжите мучить себя, питая отрицательные чувства к своим желаниям и страстям как таковым, то это буквально разрушит вашу самооценку и самоуважение. Постепенно вы поверите в то, что не заслуживаете никакого блага. И все это может закончиться целым букетом психических расстройств, которые, я уверен, вы не хотите испытать. Вместо такого драматического сценария спросите себя, может быть мне сделать здоровый выбор прямо сегодня и решиться бросить порно, не думая при этом плохо о своих страстях и склонностях? Почему бы не выбрать образ жизни получше, чтобы жить без стыда и эмоциональных расстройств? И как только это «почему» станет для вас очевидным, ваши действия обретут гармонию с вашим решением бросить это зло и жить здоровой жизнью.